Всем привет, дорогие друзья! С вами Катархонта, у нас вторая серия Дня Победы Четвертого с модом на Первую Мировую Войну за Австро-Венгрию. Продолжаем нашу кампанию, уже армия 45 единиц, многие, ну как многие, видел несколько человек, которые ворчали за то, что я распустил армию старую и небоеспособную отчасти дивизии горнострелков и кавалерии, ребят, не знаю. Повод вашего, так скажем, ворчания, никакого повода в этом не вижу. Проще собрать армию, все равно войны не будет года и так до 13-го. Ну, это просто само по себе я знаю, потому что мы с вами не меняем идеологию, мы ее не можем сметить, так как у нас нет даже такого человека. Мы так и останемся монархией. По вот этим вот вещам вроде как можно было уйти, но видите, для этого надо там некоторые условия, то есть Советская Россия, чтобы было это, да, мы сможем стать демократами, интернационалистами. То есть, тогда, пожалуйста, интернационализм, кстати, ну-ка. Хм, а где у нас? У нас как бы есть коммунизм и не интернационализм, кстати, странненько, да? Возможно, он потом и поменяется. Национальность, политическая. Так, торпеды. Давайте еще раз торпеды возьмем. Пять ячейков исследований, это уже очень много, ребят, смотрится очень хорошо. Так, война началась, династия Китая. Да, революция. Вообще, вот у меня, я так проиграл для себя, у меня династия вот, вот эта вот победила. А вот в прохождении за Россию, за Советскую, она проиграла. Вот, ну, не знаю, какими макарами здесь каждый раз происходит. Вообще, по логике, они должны победить. Ну, разница, вы видите, да? Тут, конечно, у этой страны есть один бонус хороший, который он дает им дивизию скорости и организация по день меньше. Да, и организацию увеличит, да и восстановление дивизии, но не так же уж сильно. Смотрите, просто по количеству армий, кто выигрывает. Ну, однозначно, да, ребят, даже 43 против... 47 против 5 неопытных. Даже 5 опытных, это же, я не знаю, ну... Не знаю, как можно проиграть, на самом деле. Я жду, кстати, когда доделают Китай, делают ему свои нацфокусы. Я бы очень с радостью за него сыграл. В этот временной период он достаточно интересен бы был бы, чтобы за него что-нибудь этакое вытворить и показать всему миру. Пока, да, возможно, поиграть есть, но тут все стандартно, как видите. Скучновато будет играть вот с такой стандартной все-таки эточкой. Хотя ни одного прохождения не было все равно за стандартные страны, поэтому вполне себе и можно. Ну, ладно, пока это только рассуждение чисто. Я не знаю, пока буду ли я вообще выбирать какую-то из этих стран свободных пока что. Пока все хорошо, и так у нас идет. Так, новые войска, 50 уже, ребят. 50 дивизий, уже армия вполне себе достойная, я думаю. Так, что? Все, успокоилась. Так, нам предлагают опять выбрать какую-нибудь политику. Ой, даже не знаю, что тут брать. Лучше не кавалерия моторизированных дивизий. Чисто так теоретически, конечно, смотрится, но на практике. Ну, не думаю, что нам это пригодится вообще хоть как-то. Защиту. Даже не знаю. Давайте, Артура фон Страушберга. Артур Арс. Все, не страдаете больше? Отлично. Я же думал, они сейчас будут страдать истощением. Но нет, к счастью, все окей. Так, сейчас, кстати, достроилось, да? Нет, еще не достроилось. Скоро достроится, и военных будет все больше, больше и больше. Да, тысячи три старта не хватает. Ну, вот с Артой, конечно, проблемы, это понятно. Ее просто так нигде сейчас не найти. Степенно, постепенно. Количество дивизий все больше, больше, больше и больше. И это радует. Да, опытных, думаю, довести. Но с одной стороны, а с другой. Зачем нам это надо? То есть так двояко смотрю на это дело. Так, а что у нас тут вообще по флоту? Надо было объединить и глянуть. Так, ага. Подлодок. Ой, подлодок-то как мало. Подлодок-то маловато. Что-то будет. Давайте вот тебя. Найдем часы, давай, как медленно. Дестрою. Ладно. Два в год. Вот давайте двоечку сделаем. И разместим их как раз-таки вот сюда. Что-то горячими клавишами начинаю пользоваться. Я что-то не туда тыкаю немножко. Так, Италия с Османской империей. Атаманский. Перевожу прям как вижу. Так. Русофобия. Отношения опять ухудшит. Ну не знаю, надо ли нам это вообще. Или не надо. Особо я не вижу в этом смысла. Я бы лучше прокачал еще одну ячейку исследований сейчас. Италия, да. Высадка сюда. Она сейчас заберет эту территорию и все. В целом больше ничего ей не надо будет. По результату войны отойдет вся вот эта часть Италии. От Османской империи так и будет ослаблена. Потом начнется война. Сербия, Болгария, Греция, Монтенегра с османами. Победят, понятно, кто. Балканские страны. Я не знаю, почему Османская империя сливается. Она очень сильно выглядит, но она почему-то сливается. Вот просто для меня это загадка на самом деле. Не знаю, как, почему, из-за чего, где. Почему такие провалы у нее. Ну вот видите. Как есть, так есть. Ух, это ж под максимум. Ну давайте. Даже пехотки не хватает. Хе-хе-хей. 3000 пехотки надо. И 5 арты. Отлично. Сейчас построится, кстати, и потом будем пехотку забивать. Так, морпехи. 12-й год почти на носу. А что на 12-й год у нас есть из задумок? А ничего нету, да? Угу. Прекрасно. В 12-м году у нас ничего еще, некуда исследовать. Еще рано. Ой, 636. Давайте доктрина самолетов. Я даже не знаю просто. Ну выбор, ребят, сами видите. Выбор, выбор, выбор ограничен. Давайте еще поставим. 56 пускай будет. 56 частей. Ну армия меня уже радует. В целом можно жить. И радоваться тому, что хорошая такая, большая, сильная армия. Во. Кстати, почему-то до сих пор его не взял. Хотя мы строим эти фабрики, но я его забыл взять. Так, во. Так. Республиканцы победили. Ну вот видите, на все раз республиканцы победили. У них остается вот этот модификатор. Джонас, Джонас. Ну а он, кстати, слева в 12-м году исчезнет. То есть не так-то и долго он им поможет. Но промышленность, кстати, у них более-менее такая для Китая нормальная. Демократы у власти. 20% мирового напряжения. Как бы мы можем поставить вот эту вот мобилизацию. Я бы не против. Вообще в идеале вот. Но тут 40 надо. 40 мы пока не можем себе позволить. Так, дальше 16-й год. Здесь все исследуется. 14-й. Ребятки, ну вот видите, то, что по исследованиям, я не знаю, мы просто очень сильно опережаем. Все и вся, что только можно. По 500. 500 дней. 332 дня. Ой, ну давайте. Че уж поделать. Полтора года. Ну какой полтора год? Целый будет исследоваться. Ну а что я вам еще выберу? Раз все остальное исследовано-то, то что я вам еще выбор это поставлю? Давайте, что есть. Год так год. Придется исследовать год, значит. Стройки идут, идут. Я хочу, конечно же, пехотку добить до максимума. Это понятно. Что это нужно и необходимо. Народу пока хватает. Мобилизацию даже поднимать пока не вижу смысла. Хотя вполне себе. Можно потом будет и бафнуть на 5. Я думаю, больше нам и не понадобится. Больше 5. Ну да, да. Вполне себе. 5% у нас там будет миллиончик. Так, еще. То есть. Заживем. Заживем. Эуген Хорди Криско. Как-то так. На самом деле очень, скорее всего, переврал сильно. Поэтому поправьте. Буду только этому признателен. Словакия Криско. Нам еще один. Даже не знаю. Вот. Нужно ли нам сейчас выбивать вот эти вот еще одну чекку исследования. Или не нужно все-таки. У нас там по доктринам. Скоро подойдет. Триумф. 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 Возьмем эту вещь. Кстати, тут все по 7 из дней. Только тут вот есть вот 98. Это строительство бункеров. Укрепления. Они, правда, первого уровня будет. Я не знаю, вот смысл от них таковой. С другой же стороны вполне себе неплохо смотрится тоже. Да. Вот. Уже троечка. Ну, сейчас видите. Постепенненько производство подойдет под уровень. Правда, медленно растет. Но вырастет. Вырастет. Я в этом уверен. Главное, у нас арта 1836. Производится очень быстро. Удобненько и хорошо. А пехотка сейчас быстро обгонит ее в производстве. И будет нашей основой. Так. Что у нас? Частями. Ага. Ну, идет, 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 идет. Работа. Я бы сейчас с радостью сделаю еще вот так вот. Да. Эти возможности подкачаться нашим войскам. Чтобы они стали опытными. Конечно, большие потери будут. Но армия уже нормальная. Поэтому можно немножко и... Хотя... Ну, 25% бонус. Ладно, не будем мучиться. Вильям умер. Скоро уже Балканская война. Должна начаться очень скоро. Вот этих восьмерых, кстати, можно подкачать. Почему бы и нет. Где чуть-чуть частей, там можно. Вполне. Просто всю толпу это качать как-то очень тяжело. Вот часть остальные прокачаем. Их будем активно использовать. В чем-нибудь. Ну, да. С румынами как бы улучшаются наши взаимоотношения. С немцами можно. Ну, что с ним с немцами? У нас там и так вроде сотка стоит. Да. То есть тут... Все и так понятно и ясно. То есть тут никаких проблем-то и не будет. С немцами у нас. Во взаимоотношениях. Тут только с Италией ухудшится. Тут не вот. Файл авто. Ну да, кстати. Тироль или Истрия. А, то есть отдать. Ой, нет. Буковина. То есть, буковина. Я не понял. А что это нам делает вообще? Гейф, буковина. Прекрасно. И зачем мне это? Чтобы найти этот регион. Да, вот он. То есть я отдам его по этому модификатору. И зачем он мне? Ну, вообще не понимаю. В данном случае я вообще не вижу смысла его отдавать. Он нужен и мне. И все тут. Называется... Зачем качал, да? Кавалерия. Атаки. Скрин. Подлодки. Давайте возьмем. Улучшим. У нас какой-то специалист красивый. Карл Кюллер. Фон Каген Фейс. Вроде бы так. Давайте-ка на доктрину следуем. То есть мы улучшили отношения. Не знаю, зачем я улучшил их. Я их зачем-то улучшил. А у нас уже частей все больше и больше. Я говорил о том, что со временем части пойдут очень быстро в рост. Стоило только, как говорится, подождать. Мировое напряжение, кстати, падает. Я не знаю, как там успехи в войне. Ой! А Италия-то не смогла в Триполе задержаться. Титаник упал. Это, кстати, для нас-то и не очень хорошо. Нам бы лучше, чтобы в этой войне кто-то Ба-1 победил. Ну, как видите, вот такие вот дела. И как-то не зашло. Ладно, конвои дальше. Вот вообще исследования в конвоях нам вообще не сдались. Вот честно, вообще как-то не в тема, не в попад. И просто, ну ладно, есть так есть. Почему бы и нет? Ну вот уже частей еще больше становится. Давайте вас подкачаем. Ну не знаю, с Артуром. Артуром. 1,24. А здесь сколько? Тоже 1,24. То есть никаких отличий. Да. Было бы прикольно, если бы генерал, в зависимости от своего опыта, ускорял бы обучение войск. Это было бы, ну я не знаю, логичнее что ли. Как-то это решили не реализовывать, поэтому ладно. 25 дней. Ну да, чуть-чуть подождем и возьмем следующую доктрину со скидочкой. Даже не знаю, стоит ли нам идти сюда ради лишнего народа. Тут смотрите, надо, чтобы было использовано. Что-нибудь из этого организации вот этого бы. Ну тогда придется антирусские отношения, либо типа получения отношений с Германией. В принципе, и там, и там двоечка. И там, и там ничего такого нам не дадут, поэтому ладно. Поехали по улучшению отношений с Германской империей. Хотя балканские страны 150-300 очков дадут. Ну куда они нам сдались, я не понимаю на самом деле. А, тут троечку надо взять. Тут еще надо будет вот это вот сначала с Италией, с Австрией, да. Ладно, антирусские отношения тогда возьмем. Русофобия. Ой, как это звучит прям просто, я не знаю. Звучит очень, не очень. Очень, не очень. Вот, вот так вот скажу, очень, не очень звучит. Совсем, совсем не звучит, да. Так, да, исследование. Ну, она пока сохраняется эффективность, поэтому ничего страшного. Зато мы получим до 10% скидышку. Так, Сербия, все, с османами война пошла. Ой, отлично. Как же я этого долго-то ждал. Так, берем... Фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. Да. Ладно. Ну, тут, видите, military advisors, opinion to Bulgaria. То есть, это, ну, не то. Всем не то, что я хочу. Так, ладно, берем со скидочкой теперь организацию и скорость дивизий за 207 дней. психически теоретически мы не можем еще нам на 20 50 процентов мирового напряжения поэтому пока мы себе война на балканах да нам выскочила не можем никуда войной пойти вот сейчас кстати плохо будет османам они тут и италию сдерживают еще и тут воюет я не думаю что они долго продержится хотя смотрите-ка турки какие молодцы они уже забрали почти полностью эту тут все заберут кстати будет неплохо а болгария она вступилась войну но почему вот все пошло 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 действие пошло уже два захвата две территории захвачены мышь пока сам мирно сидим мы ничего не можем делать так все подготовку убираем этим частям они молодцы давайте еще подготовку 8 обученных частей 25 процентным бонусами между прочим это не хухры мухры я оставляю все таки веточку на двух потому что я уже вижу то что пехоты уже очень много я добавлю на вот так вот наверное производство потом саппорта постройками вижу то что вполне все хорошо идет я бы хотя бы раннюю модернизацию наверное сейчас возьму стройки то явно ускорится до к августу в стройке хоть быстрее пойдут а то как они идут час это немножко смешно даже сейчас еще один из частей подъедут опытных десяточку оставим пока опыт не пропьешь да ребятки опыта у них будет очень много давайте давайте еще две части вот прекрасный денек ждем и объединяем теперь вот эти с этими еще можно сюда поставить бои какого-нибудь генерала просто кривот мастера по прорыву укреплений но не вижу смысла да они раскачаются быстрее вот это большой плюс конечно же без вопросов то что раскачка идет более быстро но я не знаю смысла в этом особого нету для нас с вами тоже вас сюда и вот эту девятнашку мы поставим на район серби наверное да 19 дивизий конрад у нас будет вести все основные силы его будем раскачивать у нее есть ширина уже на ширину бонус то есть 21 вполне себе влазит сюда и не использовать его было бы глупо тут есть моторизированная дивизия но нам пока до них тоже далековато у нас все таки пока не очень много всего нас 26 57 смотрите-ка построительно фабрикам нас опережает но почему-то по военным заводам мы идем пока впереди всех и у нас половина армия от германии кстати германия очень интересные фокусы базы все может очень смотрится русские отношения для антисербская полит политика сербофобия быть и друзьями из болгарии я не думаю что он это выберет война то смотрите османы я бы не сказал что в этой части слабы они смогли чуть-чуть лишь потерять от болгары и тут давят вполне грецию стать они продавили но я не вижу что по ним вышли кофе нам вот если вышли кофе нам то дальше проблем бы не было бы вообще никаких палуба греться а дальше было бы намного легче но не знаю что-то ребятки как-то пока не очень торопится антирусская политикам почти готова ругайте меня за не уходите или еще чё делаете но мне просто нужны бонусы санкции и санкции прекрасно вот чем бы еще не заняться как санкциями да ладно берем эту вещь нам нужно мировое напряжение на его нету поймите мы живем в ожидании народ мирового напряжения но его нету поэтому сидим себе спокойненько на 5 точке исследования проводим которые принципе быстро не идут но идут а скоро самолетную подойдет эта вещь я думаю надо уже постепенно будет переходить к следующему слоту исследований рано или поздно нам пригодится я прям уверен в этом три дня нам еще надо чтобы здесь прокачала сервис 585 91 ребята же у нас 90 одна часть ну чё берем дальше бомберов или возьмем давайте возьмем за 239 уж лучше карету помощи давайте вас подкачаем арты кстати чуть осталось как видите хватит наверно ну хотя давайте еще хватит хватит но не хватит пускай пополняются части я не знаю 12000 снаряги всего-то 100 дней с небольшим и пополнится почему бы нет так и нам начинает а нам не хватает стали куда на производство корабля стали бы можно было бы закупить на самом деле как-никак все таки нужная вещь давайте закупим стали у кого закупим у дать у германии поможем нашему союзнику фабрикой и себе тоже взаимопомощи как такая будет оказана поэтому чего нет сюда выкачиваем наша войска в опытные обученные части которые будут готовы рвать и метать все налево и направо я надеюсь на это да так новые заводики да давайте добьем пехотку до конца почему бы нет мехиковой только сейчас закончила эта война и мехика победила демократы у власти хох испании кто-то умер тоже демократия чуть прям демократичный мир какой-то ах 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 а муж как-то грустненько все демократы собрались в этом мире все везде демократ как у нас там со снабжением нормально мы все окей османы кстати начинают немножко проседать как я смотрю дам на не уже часть булга болгарии потеряли который отойдет потом по войне да и греция тоже выжимает она выиграла войну италия забрала свой регион на самом деле она ничего не получила кроме территории тут даже если не ошибаюсь той ресурсов так как таковых нет в идее тут еще ресурс да здесь ресурсов то тоже нету то есть я не знаю зачем ну война заскриптованная понятно то есть чисто должна быть но от результатов от этой войны как таковых я вообще не вижу то есть мы взяли и взяли есть смысл было это брать вообще нулёвый зато победа зато победа ребятки вот именно зато победа я могу не могу сидим себе спокойно обидеть никого ничего не можем грустненько вообще капитал снабжение кавалерию я даже не знаю что брать танки флот флот танки какие-то минуса иду давать возьмем просто к исследованию кораблей скорости почему бы нет я как вижу у нас всего-то тысячу на сюда саппорта а потому что нам нужен может производим эти части а здесь разведка как не как но смотрите если мы стать а но если нельзя пока ничего берем чтобы фортификацию взять чтобы людей взять или дать сначала человеку исследования прокачаю я давно на нее смотрю так а чё это я делал хороший вопрос я для этого до этого дела хотел глянуть на самом деле а да вот чего будет если мы добавим сюда еще я не знаю саперку получим хп побольше так здесь ничего атаку увеличим защиту на 14 чуть-чуть и здесь упадет организация на единичку в целом саперка нужно ребят но в целом она минус пока то что она затратится очень много саппорта вниз такого пока нету и позволить мы себе не можем 5 не хватает стали да как я понимаю давайте еще и то есть а 3 древесина уже не хватает ухты нам не хватает лесов тяга вот те раз то есть нам уже леса не хватает вы хотите что сказать что еще и лес будут закупать час ну здрасте приехали еще и закупками лес заниматься ну своего мало хе-хе-хей здрасте здрасте как говорится приехали да вот уже исследования 14 года пошли да давайте механизм ну ладно будем пока рано чё тут есть вот давайте поставим вот эту вот вещь она очень большие бонусы дает газы будут раньше времени у нас у нас сейчас еще подойдет от этот на кавалерийном тренизации на овощи софт-атак у нас лучше то есть я не знаю мы бежим впереди планеты все я не знаю зачем но мы это делаем мы да Продолжение следует... 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 Продолжение следует...